доброе утро дорогие друзья мишутка вкусно аккуратно скажем солнышко мишутка сегодня кулинар ты подожди ты приготовь сначала потом кушать будешь остатки остатки с еще вот тут надо внутри сыр ручкой залезть и обтряхнуть смотри миш давай рукой это делать с обратной стороны нет она режет только с лицевой стороны изнутри не режет мишка колбасу себе резать будет мишка завтракать и еще что руки это такая давай прибирай сыр все потёр мешать сыр потёр оставшийся сыр холодильник может хватит уже мишки стоп не съешь не посыпать это посыпать собрался ты будешь макароны есть ты сейчас мимо ну так пожалуйста не раскидывай продукты тогда сейчас наешься тебе есть не захочется хорошо складывать хотя и столы и контейнер который мы яйца положили он так и остался жирным учись пожалуйста посуду быть нормально это тоже на 200 собрать не выбрасывай сыр маленький кулинар макароны себе погрел ну иди иди я закрою иди я закрою сделал себе завтрак прям деловая колбаса куда ты без перчаток поставь макароны на стол поставь теперь перчатки снимай на все сыр не расплавится пока ты тормозишь что макароны остывает посыпай макароны не плавится когда уже макароны погуляли чтобы сыр плавился надо было сыром посыпать и в микроволновку вообще-то завтрак но ты уже обедаешь еще для обеда тарана обед и завтрак ну хорошо приятного аппетита тебе сынок кстати мне в комментариях владимир написал может быть стоит мишу не водить на самбо раз он тогда не хочет я хочу ответить ответить сразу кто еще тоже так думает я думал над этим вопросом но время ребенка должно быть чем-то занято чтобы у него начали появляться какие-то увлечения ну кроме роликов и игр в телефоны в компьютер его надо приучить чем-то заниматься если он выберет что-то другое допустим я не хочу ходить на самбо я хочу ходить на футбол что пойдет на фунбол а если он выберет то не знаю надеть их уходить на солныв уходитель на шахматы и на что пойдет на шахматы на танцы куда угодно он пока просто никуда не хочет он не хочет на самбо он не хочет в садик он хочет дома играть в телефон целыми днями я кстати вчера пожалуй смотрите как вырезалась саша принтер поцарапали голову. О, я теперь страдаю. Болит, блин, капец. Вот. А по поводу идти навстречу ребенку и вообще никуда не водить. У меня уже был такой опыт. Качу мы и в сад особо не водили, потому что я могла дома сидеть. Ну, я Лизу ждала тогда, как раз беременная была. Мы ее перестали в сад водить. Потом не хочу туда, не хочу сюда, хочу гитару бросить. Она все побросала. И теперь мы имеем то, что имеем. Ничего хорошего, короче. Вот, например, Лиза у нас занята. Она увлеклась каратэ. Она ходит между делом на самбо. Она не против, что и на танцы ходит, что в художку ходит. И у нее просто нет времени, чтобы сходить с ума. Вот. И то успевает иногда. Так что, да, мне как бы это не хочет. Мне периодически его жалко и хочется его забрать в самбо. Но потом я вспоминаю, что ребенок должен чем-то заниматься. Ничем не заниматься он не может. Как только он выберет себе занятие сам, я его сразу с удовольствием переведу. Я не буду его заставлять. Вот я хочу именно на самбо. На самбо мы сейчас, если честно, ходим, потому что там бесплатно. Я бы его, честно говоря, на каратэ отдала. Там, кроме всего прочего, еще командный дух и дисциплина. Кроме крепости, мышц. Но мы просто финансово не потянем еще одному каратисту. Одну-то каратистку пока не сильно тянем. Надо повысить уровень дохода, чем я сейчас и занимаюсь каждый день. И я его отдам на карате, а не на самбо. Самбо мне меньше нравится, чем карате, если честно. Вот как-то так. Возможно, вы посчитаете, что я не права. Но я так считаю. Подтаял, сэр? Ну, хорошо, подтаял, так подтаял. А так вообще я за. Хоть на шахматы. Главное, чтобы он сам выбыл. И главное, чтобы он куда-то ходил. Мне самой... Конечно, удобнее было бы, если бы он никуда не ходил. Ай, не хочешь на самбо, ну сиди дома. Приехали, я занимаюсь своими делами. Никуда не мотаюсь. Потому что то, что он ходит на самбо, заставляет меня его увозить, привозить, увозить, привозить. Катя бы ходила так сама. Она уже взрослая. А его приходится возить. Поэтому... Еще и Лизу надо забирать. С каратэ. Поэтому мне вообще как бы проще, чтобы он сидел дома. Но для него это будет плохо. Ну, как-то так. Можете написать свое мнение в комментариях. Я еще почитаю. Вообще, хочу его на каратэ, если честно. Каратэ это все-таки классный вид спорта. В плане самоорганизации и дисциплины. А я сейчас буду... Мне надо карточки поменять. На озоне. Ошибку исправить. И буду собирать посылочки. У меня опять целая пачечка. 14 штук. А потом надо будет делать недостающие приправы. Краковскую. Одессскую. И большие фасовки этой... Как она? Гостовской и классической. Мне заказали по одной большой фасовке. Но я, наверное, сделаю штучки по три. Что хочешь? А будет. Я еще не закончила. Я закончу с карточками. Я тебя позову. Может, все-таки ты сделаешь себе почту? Зарегистрируешься? Тебе же не последний раз надо. Хорошо. Позови Лизу. Она тебе поможет. Если Лиза что-то не понимает, приходит ко мне. Я ей объясняю. Она объясняет тебе. Вперед. Есть одна проблема. Какая? Я пароль не знаю. Пароль от чего? От компьютера. А-а-а. Я тоже не знаю. Мне папа забыл сказать. Пытаюсь подобрать к компьютеру пароль. Потому что Саша его поставила, мне забыл сказать. Поставили пароль, чтобы она не могла сидеть бесконтрольно за компьютером, чтобы она высыпалась. Вот такие вот у нас делишки. Так, Кать, тут надо все протереть. И компьютер. Кать, вентилятор стоит. Он на меня дует. И компьютер, и, собственно, это. Так, сейчас ты выходишь. Я проверяю, знаю ли я пароль. Все равно вы сейчас не можете с Лизой ничего делать по одной простой причине. Знаешь, какой? Она в художку уходит. Вернется в художку, она тебе поможет. Что, зарегистрироваться? Да. Хорошо, тогда выходишь, я пароль пытаюсь подобрать. Если не подберу, буду папе писать. Все-таки мама умная. Подобрала с первого раза. Вспомнила. Хорошенько все протирай, и рабочее место, и вентилятор. И садись делать почту. Если будут какие-то вопросы конкретные, подходишь ко мне? Сайт называется gmail.com Дальше там будет создать учетную запись, либо зарегистрироваться. Самое сложное, это подобрать себе ник, потому что почти все ники заняты. А где у меня Лизавета? Лизавета? А полотенца не хотят быть повешенными мокрые? Если уйдешь, не повешаешь, будешь штрафной. Я уже обомнилась. А что, это не мои проблемы. Ты не знала, что у тебя полотенца остались? Вперед. Я забыла. Значит, вспомнила? Не вовремя, пришлось разуваться. Я не буду. Ну, не будешь без проблем. Ползти не разрешаю, я могу убрать за тебя. Не смей на меня рычать. Я не буду. У меня полным ходом рабочий день идет. Правда, сейчас у меня перерыв от работы, потому что остывают мои мололки. Жорка ездит, собирает всякое-всякое. За окном у нас, черти че. Я думала, сегодня дождя не будет. У меня, видите, что творится? Плед, полотенце и простынь там застряли. Я думала, сегодня не будет дождя. А полотенца. Все подсохнет. Я заберу, постираю, высушу дома. Похоже, к вечеру буду мокрое забирать. Ну, что делать? Сейчас неохота под дождь идти. Сейчас даже кур еще не ходила, не кормила. Не люблю вот такую погоду. Погоду дождливую. Но февраль у нас самый дождливый месяц. Да, сына? Дождливый и морозный. Да, местами дождливый, местами морозный. Пока я отдыхаю, я решила сделать нам чайку. Чай, блин, кончается. А под такой погодой и за чаем идти неохота. Экономлю. Сделаем с одного пакетика мешки и меня. Елизавета отправила до озона. Ну, и до мусорки побуду, чтобы мусор вынесла. С зонтиком. Потому что, ну, как бы, в любом случае. О, она уже пришла, представляете? Вот она идет. А возврат? Лиза, а возврат? 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 Я же просила еще возврат забрать. Надо сегодня. Сегодня это денег стоит. И пошла Лиза обратно. А всему виной что? Телефон. Отвлеклась. Ох уж это Лиза. Так, где конструктор на столе? Из которого ты бодро строишь. И прекрати сидеть на подушке. Я вот это играю. Хорошо, только жопку с подушкой убери. Миша, на подушке голова лежит. А читая это что значит? Не знаю. Ты читать не умеешь, как ты в это играешь? Расскажи мне. Скажи, здесь ты как сидишь? Здесь надо читать. Скажи. Нет, не буду. Скажи. Учись читать. Если будут вопросы, подходи. По обучению чтения. Семь лет. Пускай сам читает. Я, кстати, вообще решила ужесточить немножечко свое воспитание. Потому что что-то я какая-то сильно добрая мама. И дети у меня творят, что хотят. Периодически. Я их жалею, уступаю. А потом получаю то, что получаю. То, что вчера получила, меня вообще не устроило. У меня даже влог оборвался неожиданно. Потому что дальше меня вообще накрыло. Так обидно было, что я решила посидеть и поплакать немножечко. Но сегодня я опять встрою. Правда, видите, глаза опухшие. После вчерашнего. И решила, короче, сделать выводы. И не быть такой доброй. Пообедала. Повалялась. Нет, я не бездельница. Просто жду, пока эти чертовы мололки остынут. Закажу сегодня себе мололку. Обязательно. Большую. Чтобы так не мучиться. Что время теряю. Просто теряю время. А ты что рисуешь? Новоконные котенки. Это ты подарисовала, Макки? Прикольно. Милы. Короче, Мишка снова рисует ручкой. Это можно? Я уберу пока коробку. Чтобы она тебе не мешала, ладно? А, тебе мой пакет этот мешал. Его можно было убрать. Я лизать его. На будущее его можно аккуратненько убирать. Только аккуратненько, ладно? Давай мы вот это тоже подвинем. Потому что тебе явно не мешает. Ты не обрелась стою? А? Это попыло? Что? Это попыло? Я не знаю, это к Лизе. Лиза, а как сделать у него оно ехало? Она, по-моему, греется еще, нет? Красненькая лампочка. Не зеленая Лиза должна быть. Лиза, иди помоги ему. Она работает. Ну, Миша, ничего-то не работает. Так, а ты что мою ручку тут препарируешь? Я рисовала. Ты ее, пожалуйста, не забирай. Помогать ему. Что-то у него не работает. Не знаю, я не разбираюсь в этой ручке. Помогай ему.